Мне очень понравился старинный город. Я даже не знала, что он здесь есть. Увлечение история привела юного краеведа Николая в музей Берестия. Школьник давно мечтал своими глазами увидеть, как жили его предки много столетий назад, какими предметами пользовались, как устраивали быт. С горящими глазами и желанием открывать новое неизведанное сюда приходят и его сверстники. В музее Берестия мир загадок и тайн, которые сегодня готовы раскрыть каждому, кто увлечен историей. Уникальные экспозиции постепенно обустраиваются в обновленных секциях. Здесь всё становится более наглядно, интересно и, самое главное, доступно. Текстовое сопровождение, народное мове, продублировано на русском и английском языках. Со временем появятся QR-коды, большие макеты, модели. Всё для наглядной визуализации быта и традиций эпохи Средневековья. Уже второй год идут работы по детальному ремонту реэкспозиции археологического музея Берестия. В прошлом году были сделаны семь залов постоянной экспозиции. Полностью изменено оборудование, добавлены новые материалы, сделаны инсталляции, интерактивные площадки. В этом году будут продолжены работы в последующих семи залах и входной группе в музей. Продолжится работа и снаружи. Сегодня вокруг здания настоящая революция. Здесь идёт комплексное благоустройство. Укладывается плитка неформатная. Таково дизайн решения. Уже совсем скоро рядом с Берестием появятся исторические стенды, тематические лавочки и даже смотровая площадка. Над этим сейчас активно работают строители. Работы сейчас проводятся в благоустройстве, завершающий этап. В мае объект будет сдан в эксплуатацию. К майским всё благоустройство. К 1 мая будут закончены все работы. Работы внутри закончены 100%. Сейчас ведутся работы по обработке кровли и её покраске. И работы по благоустройству. Также там ещё включены будут мафы. Это таблички, велопарковки очень интересные. Скамейки тоже. Всё будет с дерева выполнено. Очень красивые. Я думаю, что Брест понравится. Тема ремонта на территории музея Берестия – вопрос, который находится под пристальным вниманием руководства города. Недавняя экологическая акция с участием мэра прошла именно на этом объекте. Проинспектировать ход реконструкции, добавив свежие идеи и задумки, городской субботник был пронизан особым отношением к земле и к месту, где всё начиналось. В рамках реконструкции Берестия нам надо людям показать эту зону, которая вокруг музея Берестия. Надо навести там порядок. И порядок – это только руками можно навести. Никакие средства механизации туда не могут дойти. Поэтому я благодарен всем, кто откликнулся на эту просьбу. И мне почему-то кажется, что эта работа будет системной. В ближайшее время возле музея планируется замена дорожного покрытия подъездного пути, что сделает его более доступным для горожан и гостей. Ежегодно Берестия посещает порядка 56 тысяч человек. В год тысячелетия эта цифра должна существенно увеличиться. Благоустройство завершится уже к майским праздникам.